Лауреат Нобелевской премии по химии, выдающийся турецкий и американский ученый-биохимик, член Национальной академии наук США Азиз Санжар, признан профессором Международного университета туризма «Шелковый путь». Торжественная церемония по этому поводу состоялась в Самаркандском вузе. В рамках важного события лауреату Нобелевской премии вручили диплом и мантию почетного доктора университета. Выступая с приветственной речью, ректор Международного университета туризма «Шелковый путь» Азиз Абдухакимов с гордостью отметил, что отныне одним из профессоров вуза является знаменитый ученый тюркского мира. Азиз Санжар опубликовал 415 научных статей и 33 книги. Профессор получил различные научные награды за использование циркатных часов в лечении рака. В частности, он был номинирован Американским химическим обществом на премию «Лучший химик Северной Каролины» в 2001 году. На еду с этой наградой Санжар был избран членом Национальной академии наук США, одного из самых престижных научных учреждений в научном мире того времени. Он был первым американским турецким ученым, избранным в столь престижную академию. Ученый также был избран действительным членом Турецкой академии наук в 2006 году. Отдельное внимание на мероприятие было уделено еще одному событию. Турецкий ученый лично вручил первокурсникам учебного заведения сертификаты с личным автографом. Я с детства знаю Узбекистан как свою родину и очень рад быть здесь. Узбекистан – часть тюркского мира. В вашей стране ведется большая работа в сфере туризма, экономики и многих других сферах. Я верю, что эти реформы принесут свои плоды и что будут сделаны великие открытия для развития мировой науки. На денежные средства, выделенные на Нобелевскую премию, мы с супругой открыли турецкий центр при университете в Соединенных Штатах. Через этот центр мы стремимся продвигать культуру многих тюркоязычных стран, таких как Турция, Азербайджан и Узбекистан. Далее лауреатом Нобелевской премии была проведена гостевая лекция для студентов университета туризма на тему «Знание и национальное возрождение в тюркском мире», в ходе которой Азиз Санжар ответил на все интересующие вопросы. Во время своей лекции уважаемый профессор обозначил очень важные проблемы, связанные с развитием науки в тюркских странах. Обозначил очень важные вопросы, связанные с мотивацией наших молодых ученых. И надо сказать, в его лекции было особо отмечено, что наши молодые ученые должны максимально свое время тратить на исследования, и для них должны быть созданы соответствующие условия. И я думаю, что сегодня, в период, когда главой государства ставится задача по достижению третьего ренессанса, это очень важная задача по обеспечению нашим молодым ученым всех условий для открытия новых научных открытий, новых научных достижений. И, конечно же, мы гордимся тем, что нашим почетным профессором, почетным профессором нашего университета стал господин Азиз Санжар. Это действительно великая личность. Слова поздравления также выразила международный советник ректора Алия Спанова. По ее словам, наличие таких ученых, как Азиз Санжар, в нашем мире является редким явлением. Мне часто задавали вопрос сегодня, будет ли он преподавать в нашем университете. Но, так как вы понимаете, что нобелевский лауреат для того, чтобы преподавать, он должен присутствовать, жить здесь, но он обещал периодически приезжать и, будучи единственным ученым тюркского мира, помогать дружественным Узбекистану и, в частности, Международному университету туризма «Шелковый путь». Для меня, например, было очень отрадно то, что Азиз Санжар неоднократно отмечал важность «Шелкового пути» в развитии науки и поддержал приоритетные стратегии нашего университета в соединении науки и образования между странами Великого Шелкового пути. В ходе визита для почетного гостя был организован тур по кампусу университета. Особое внимание было уделено современной библиотеке университета, которую лауреат Нобелевской премии пообещал в ближайшее время дополнить научной литературой.